Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня мы слышали историю в Евангелии, которая читается по всему лицу земли в православных храмах в этот воскресный день, о том, как Господь со своими учениками, спустившись с горы Преображения, видит такую ситуацию. Собрался народ, что-то бурно обсуждают, там ученики. И тут из народа выбегает один человек и бежит навстречу к Спасителю, и падает перед ним на колени и говорит, «Господи, помилуй сына моего». Он в новомесячье, в новолуние беснуется и тяжко страдает. «Я просил учеников твоих, и они не смогли изгнать сего Духа. Что-то, если можешь, помилуй». Господь восклицает, «О родине верной, развращенной, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Богу, человеку, Иисусу Христу тяжело было проживать видение, как этот развращенный род духов злобы терзает человеков, как он их мучает. Но поскольку для нас скрыто то, что происходит в духовном мире, мы только по каким-то косвенным признакам можем понять, что приближаются духи злобы, насколько они коварны, безжалостны, жестоки и мерзки. И для нас это сокрыто по причине нашей телесности, и слава Богу, Господь это всё видел и воскликнул. «Сколько буду терпеть вас? Давно ли это с ним? С детских лет? С детских лет бес ввергает моего сына то огонь, то в воду ища погубить его». «Но если что-то можешь, помоги мне». Господь говорит, если имеешь веру, всё можно верующему. И Отец со слезами восклицает «Верую, Господи, помоги моему неверию». И видя, что собирается народ, Господь запретил духу нечистому мучить ребёнка. Тот упал, его стало трясти, пена покрыла его уста, бес вышел, ребёнок затих. Господь говорит, бери его за руку, Отец. «Поднимает с земли своего любимого сына, и все воздали славу Богу. А потом наедине ученики спросили, а почему мы не могли его изгнать? За неверие ваше. Если бы вы имели веру, как горчичное зерно, всё возможно верующему. Род сей исходит не иначе, как от молитвы и поста». И вот этот род бесовский, он одержит каждого человека в той или иной степени, в которой человек внимателен к своему сердцу или обеспечен. Наше сердце — это гнездо, в котором они свою жизнь созидают. И важнейшая духовная задача, как пророк Давид восклицал, «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей. Очисти сердце, избави меня от этих козней бесовских. Сохрани, спаси». И вот Спаситель, он называется так именно потому, что он собою закрыл нас, прикрыл собою от злобы этих духов. Но для того, чтобы спастись от зла, необходимо нашей волей привиться к добру. Потому что человек наделен страшным даром — его свободой. И воля человеческая, она выбирает, к чему прислониться. Как говорил в свое время Антоний Великий, то когда человек живет по заповедям Божьим, его воля склоняется к Богу. Ну, как подсолну к солнышку. И он получает это тепло, и он живет в свете благодати Божией. Это не значит, что Бог его награждает, что он получает какие-то бонусы. Это естественный процесс. Воля человека соединяется с волей Божьей, от этого человек получает благо. Если грехом, невнимательностью, злобой выбирает человек волю духа злобы, его душа склоняется, соединяется, впадает в зависимость, и от этого человек начинает мучиться и страдать. Тоска, болезни, внутреннее неустройство — это все последствия соединения нашей воли с волей Бесовской. Это не значит, что Бог нас наказывает. Это просто так работает. Если же, осознав вот эту свою зависимость, человек через покаяние, через молитву, через добрые дела, отсекает себя от духов злобы, и вновь его компас направляется в сторону Божию, он вновь получает благо. Род сей изгоняется постом и молитвой. Мы проживаем Успенский пост, вот нам в руки то указание, ради чего мы, собственно, и трудимся, чтобы наша душа оставила в зависимости от духов злобы и соединилась через благодать с Духом Святым. Помогай нам всем, Господь! Господи, сил, помилуй нас!